Сегодня, 18 декабря, в Госдуму внесен законопроект, который направлен на ужесточение наказания за получение и дачу взятки в иностранной валюте. Автор законодательной инициативы, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Сергей Иванов, прокомментировал информ 24 предлагаемые изменения в уголовный кодекс. Внесен законопроект, как наша реакция, реакция ЛДПР на вседозвольность чиновников, которые берут взятки неимоверные. И суда, который, учитывая, наверное, имущественное положение того проворовавшегося человека, который получил взятку в 500 тысяч долларов, назначает ему штраф в виде 950 миллионов. Чтобы жизнь медом не казалась, мы решили сделать взятку в валюте в качестве отягощающего признака. Это даст возможность, во-первых, оперативникам установить, где снимали деньги, затруднит передачу взятки, поскольку принести, вы сами понимаете, курс доллара и рубля и евро разный. То есть это в 30 раз физически надо больше нести денег, или если в евро, это в 45 раз больше объема физически. То есть легче поймать. Ну, то есть вот в таком плане. У нас валюта рубли на территории России, поэтому пусть взятки дают в рублях. Насколько велики шансы приняться в этот закон? Ну, у нас есть позиция суда, которая не считает нашу точку зрения достаточной для того, чтобы установить эту меру в качестве отягощающего признака. Но, тем не менее, мы все-таки законодательный орган, а суд будет судить, по крайней мере, должен судить по тем законам, которые принимает Государственная Дума. У нас вообще, к сожалению, часто получается ситуация, что судьи судят не так и не под тем мотивом, по которым депутаты принимали тот или иной законопроект. Это большая беда для нас. Поэтому, я думаю, надеюсь убедить депутатов, поскольку все они за то, чтобы бороться с коррупцией, чтобы данная мера была принята. И тогда у Чинуш будет выбор либо получить срок больше, либо брать взятку в рублях, что облегчит работу наших правоохранительных органов. Продолжение следует... Продолжение следует...